Очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей завершился большим уловом для блюстителей порядка. Только в Чебоксарах было оштрафовано более 30 автолюбителей под шофе. Один из них скрылся с места ДТП. Будучи задержанным, виновник начал выдумывать небывалые истории. Выслушал их мой коллега Дмитрий Ковалев. Утверждает, что не пил, а алкоголем разит за версту. Это подтверждают и понятые, и инспектора, которые долго преследовали горе водителя. Но даже в патрульной машине молодой человек наотрез отказывался признаваться в распитии спиртного. Похоже, в это время забыл он и о совершенном ДТП. А машину вы точно не повреждали на Эльмене? Нет. Не скрывали с места происшествия? Нет, конечно. Когда на водителя начали оформлять протокол, за него вступилась знакомая. Она позвонила якобы влиятельному покровителю, который предложил инспекторам взятку. Но подъехать на место так и не решился. Возможно, мужчину испугала перспектива уголовного наказания. Позже экспертиза подтвердила, что в крови у его друга количество промилле превышает допустимую норму. Ну и с этим он отказывался на отрез. Вы считаете себя отрезом? Да. Совсем ничего не употребляли? Нет. А давай заявление в прокуратуру напишем? Нет. Наследить на дороге успели и эти водители. Их легковушка на полном ходу врезалась в машину, которая остановилась из светофора. История схожая. Водители и пассажиры казались пьяные. Авто виновников с места увез эвакуатор. Теперь свидетелями подобных рейдов становятся известные в республике люди. Одним из первых с патрульными экипажами выехал кикбоксер Алексей Соловьев. В ГИБДД надеются, что на глаза таким личностям водителям под шофе появляться будет стыдно. Данное мероприятие проходит именно с тем, чтобы выявлять нетрезвых водителей, чтобы с этим бороться, чтобы водители знали, что такое мероприятие может состояться. Дмитрий Ковалев, Республика.